Ну спрашивают, что такое северное сияние, как оно влияет на людей, для чего и почему происходит это явление. Ну, северное сияние связано с тем, что толщина атмосферы на северном полюсе наиболее тонкая, потому что если вы знаете, что у нас все-таки не шар, а своеобразная груша. Северный полюс у нас выгнал сюда, а вот где южный полюс, прогиб как у груши, такой же прогиб примерно есть. В силуе этого вот такой формы атмосфера на северном полюсе очень получается утонченная. И в результате этого она оказывается под мощным воздействием жесткого северного излучения. И вот северное сияние, это как раз и есть результат того, что по приоритетным углом, когда земля движется, разворачивается, тем она же движется вокруг Солнца, выпадает в одном стороне и в той стороне, возникает зависимый угол. Получается, что вот сияние связано с тем, что возникает разрушение, определенное разрушение атомов атмосферы, верхних слоев атмосферы. И вот свечение связано именно с тем, что какие атомы и сколько разрушаются, ну, в принципе, в двух словах, если объяснить так. Это связано с действием жесткости излучения, которое бьет по верхней части северного полюса атмосферы. И проявляется в виде свечения. А что такое свечение? Это излучение. То есть атом полощает одно излучение, а излучает другое. То есть приход качественной изменения. Вот и все. То есть это явление очень природное. На нас влияет в любом случае отрицательно, потому что это вызывает дополнительные магнитные всплески и так далее. То есть любое магнитное поле для человека отрицательно. И это очень легко понять. Почему? Потому что в наших клетках двигаются ионы. И когда присутствует магнитное поле, допустим, постоянное магнитное поле Земли, мы к нему уже привыкли, адаптировались, и поэтому влияние, ну, хоть и отрицательно, но уже стационарно и адаптированно организм к этому. А любые флуктуации магнитного поля приводят, что заряженные частицы по две семена начинают двигаться не так, как они должны были двигаться, и тем самым приводят нарушение обменных процессов. Вот и все, если в двух словах.